Всем приветик! Что у нас новенького? Настя вчера уехала в Нижний Новгород к подружке опять отдыхать, на два денёчка поразвлекаться. А Денис у нас сегодня пошёл первый день на новую работу. Вчера отработал на старый последний день, сегодня уже на новый. Кто не знает, он работал на грузовой такой огромной машине, развозил товар. Говорят, у меня уже там нервы не выдерживают, и зарплата там уже такая маленькая. Вот, ему предложили на более выгодную зарплату. Кем работать будет, даже сама не знаю. Он даже сам не знает толком, что-то где-то на складе, что ли, или ещё что-то. Ну, не знаю, сегодня приедет, да расскажет, наверное. Вот, уже фотку мне прислала, ему форму там выдали какую-то, что ли, какой-то куртки рабочей. По-моему, фирма называется Росатом. Это какая-то государственная фирма, чтобы туда попасть, он, наверное, месяца два проходил. Приходил всех врачей сначала у нас тут, в поликлинике, потом у них, потом его проверяли там, всех родственников проверяли. Ну, короче, собирали как в космос, как будто улетать. Вот, такие у нас новости. Поехали на ВВП. Вчера выставила комбинзон на продажу, который я вам показывала уже Лерке. Ну, почти говорю, как новенький. Ничего не потёртости, ничего нет, мало носили. Классный комбинзончик. Сегодня утром просыпаюсь, столько сообщений, столько вопросов. Мне по одному товару, который я выкладывала, наверное, столько не было. Всё, мне уже звонили, в другой город просили отправить. И там то, и всё. Ну, вот одна женщина, ну, не знаю, женщина или кто-то, женщина, наверное, смс писала. Сегодня должна приехать, забрать его. За тысячу его продаю. Как раз Лере шапочку новую купю. Что-то ещё надо было. Вот, скоро на рынок поеду на садовод, так что будет куда потратить. Не знаю, ещё это предложу тоже выставляла вот такой этот, прикольный тоже плащик. Может, купит тоже. На всякий случай предложу. Вот. А тут недавно тоже я вам говорил уже, хлебопечку выставлять собиралась, да, и... Вернее, выставила. Выставила, через полчаса я её удалила. Мне стали, мои соседи, родственники посмотрели моё видео на Ютубе. И начали звонить, что мы у тебя её купим. Короче, я выставила и удалила. Как у меня дочка говорит, мам говорит, у тебя, наверное, будет вообще ничего в холодильнике не будет, а ты всё равно сможешь что-то приготовить. Непонятно из чего, как говорится, каши с топора. Так и сегодня у меня. Я очень решила, я сварить. У меня была копчёная курочка. И думаю, сварю-ка я сейчас гороховый супчик из курочки. Налила кастрюлю, уже положила курицу, потом баст, в холодильник. Картошки нету, лука нету, ничего нету. Я говорю, ну ладно, тогда вместо супчика с копчёной курочкой будет гороховая каша с копчёной курочкой. Тоже очень вкусно. И получилось у меня два гарнира сегодня. Хотел суп и гречку с курицей, а у меня получилась гречка с курицей. Ну это с обычной курицей, а это с копчёной курочкой. Гороховая каша. Будут есть два гарнира у меня сегодня. Вот так играют современные дети. Одна в телефонах, другая в планшете. И плюс ещё... А это что у вас включено? Выключай! Сейчас Настя уже приедет через полчасика из Нижнего Новгорода. Освобождайте её место. Сегодня у нас соседка ночует, да? У неё мама на работе в ночь. И завтра ещё на ночёк. С две пары мармелада. С две пары сока. Понятно. Ну чё, Денис? Машину продаём. Да, я вам говорила, что мы её хотим уже продать. Уже вроде клиент был, но, короче, он сорвался. Так что сейчас Денис её вот чистит и будет выкладывать заново. Заново в Авито. Ну не заново, мы её ещё не выкладывали. Просто в Авито выложат. И будем продавать. Сейчас её почистит, наснимает, нафоткает. Жалко так машинку, конечно, хорошенькая. Старенькая, старушечка наша. Это Настя наша. Вон Денис её прогревает. Ладно, пойдёмте мы в магазин. А мы с Лерой идём в магазин. В Новый. У нас новый магазин открылся. Называется, да, супермаркет. Денис говорит, большой прям такой. Пойдём узнаем обстановочку. Может, вам что поснимаем. Ну что, дошли. Если ещё кто не знает, кто рядышком живёт. Вот, где ДДС, он там. Вот. Как её? Лерин детский садик. Наша поликлиника взрослая. Взрослая. Вот. Так что, если не знали, ещё заходите. Сейчас посмотрим. Супермаркет. Да. Офигеть. Как быстро построили-то. Или я долго здесь не была. Даже ещё шарики висят. С той стороны тоже эти. А с этой стороны ещё что-то тоже, наверное, делают. Ну, пойдём. Да, что возьмём? Черешку? Вот большой магазин прям. А, и тут не только продукты. Вон, Лера идёт. Лера, давай, я тут набрала картошки. Посмотрим, что там. Баночки красивенькие. Чайники. Чайник 2000 стоит. Ой, такой маленький наборчик. У меня такая большая коробка. А, кастрюлька. Вот, да, прикольная. Семь дэйс. Новогодние подарочки. Говорят, с нового года пластиковую посуду будут запрещать. И вообще пластик такой, который не перерабатывается. Вот, не пластиковая. Бумажная. Пакетики бумажные теперь будут, наверное. Даже санки тут продают за 2000. Ватрушки. На. Себе. Опять, что, в вас я шкафы положим. Вот, Лера, эти шапку нашла. Шарфу. Шарфунь. Капочки. Новогодние. Крусты даже продают. Ой, подушки или одеял. Что-то. Ну, тут много чего можно выбрать, если надо. Плед. Гномик. А, да, да. Ботинок, подарок ложить. О, да, не прикольно. Календарики красивые. Ну, мы в том году покупали календарик тебе с кошечками. Ты хоть в него за год раз посмотрела на этот календарик. Ну, да, мы когда покупали, мы все картинки посмотрели. А, мы когда купили, да, картинки посмотрели. Технику тут тоже продают, смотрю. А, вот эти кастрюльки, которые я видела. Ой, такие хорошенькие. Красивенькие. Даже мини-аптечка. Пластырь от влажной мозоли. Интересная штучка. Обычная пластыринка. А, что тут? Зеленка, горчичник, я хочу сказать. Йод. Мультивитаминки. Такие все самое необходимое. Спасатель. Ваша скорая помощь. Вот. Ну, маски, конечно, только даже без них. Вату. Это чашечка с крышкой. Она такая легкая-легкая. Алюминиевая, я не знаю. Наскрыл от котов. Тут, смотрите, сколько столов, чтобы укладывать товар. У нас в Дикси стоит один, наверное, такой столик. Все теснятся. И корзинки, смотрите, тут как здоровые, огромные. Лера, ну давай, выкладываем. Мы так немножко закупили. Сейчас дома покажем, что закупили. Вот. Взяли посмотреть, что тут. Тут даже на работу устраиваются можно. Вот цены какие. Ой, зарплаты. Можете посмотреть. Да подожди, не выдиоткивайся. Зарплата сколько? 10 часов, неделя. А, 10-летний день. А, ну уже разные варианты. Можно всего 10 часов работать, 1-2 дня. Короче, там для студентов, наверное. А дети можно? Полноценный день от 47 до 56 тысяч зарплат. Так, ну что, мы пришли только из магазина. Что я о нем могу сказать? Мне понравилось, на первый взгляд, да? Все чистенько, аккуратненько. Магазин только новый. Это здание прямо только-только построили. Как вы видели, с одной стороны, там еще даже, ну, закрыто. Там, видимо, еще что-то в аренду сдается. Помещение еще что-то будет у нас. Цены адекватные, нормальные. Не слишком большие. Ну, сейчас покажу вам покупочки. Я там немножко мы закупили, чтобы много не таскать. Покажу просто для того, чтобы, ну, может кто-то рядышком живет, чтобы знали примерно, какие цены в этом магазине. Так, ну что, сейчас я сниму, что купила. Отодвинула стол от стенки, чтобы лампочка была над столом, чтобы все хорошо видно было. У меня же теперь фонарика нет в камере, как в телефоне был. Чтобы посветлее было. Вот и зачляемся. Так, молоко там стоит самое недорогое, наверное, которое я нашла. 55 рублей, 3,2. Зеленый и луга. Взяла такой сырок попробовать. Сыр плавленый, с голубой плесенью. Обычно это я люблю, да? Вот обычные, ну, в упаковочках такой дорогие сырки. А это 65 рублей стоила баночка такая. Посмотрим, прям вот интересно на вкус какой. Потом скажу вам, попробую, вкусно, нет. Вот. Ну, для тех, кто любит сыр с плесенью. Прокладки 60 рублей. Дальше, корм собачий Лера взяла по 12 рублей. Не знаю цены, честно. Сейчас хожу в магазин, очень редко в продукты. В основном Денис ходит, поэтому цены даже не знаю. Сравнить не могу. Дорого это или дешево, кто знает, сравнивайте. Вот. Туалетную бумагу взяла там попробовать. 10 рублей такой рулончик. Посмотрим. Иногда дешевые бывают хорошие, да? Вот они мягенькие. Вот на вид вроде как мягенькие, да? Потому что если вот раньше в Билли, да, например, был магазин Билла. Бумага туалетная там такая. Там такая наждачная бумага была. Так, конечно, капец брать ее. Это вроде мягенькая. Ну, посмотрим. Две штучки взяла. Много не брала, потому что тащить тяжело. Лера себе опять же взяла. Любит она этот суп, кружка супа с сухариками. По 17 рублей были. Это у нас сырный суп с сухариками. А, они разные. Куриный суп и сырный. Опять же. Да, она тоже, Лера, набрала по 9 рублей. Чуп-чуп, один уже слопала по дороге. Батон нормальный, мягенький, хорошенький, нарезанный. 27 рублей. Я считаю, это прям вот совсем недорого. Батон там стоит хороший. Так, в основном такие вот батоны мягенькие, хорошенькие. Они, ну, 40 рублей уже у нас стоят в магазинах, вот. Так, котам пожать. 144 рубля, большая пачка, 800 грамм была. Тоже не знаю, дорого или дешево. Лук там стоит, где-то я записала, вот. 23 рубля килограмм. Хлеб. Хлеб нормального там не было. Черного был обычный. Черный, вот жесткий, прям такой самый дешевый, видимо, плохой. И такой только Бородинский, вот, за 36 рублей половинку взяла. Так, Лера сухарики взяла за 12 рублей себе. Картошка там по 40 рублей, килограмм, капец. Ну, это килограмм по 40, больше килограмма. Представляете, я уже думаю, знаете, перееду в деревню, поля картошки, что здесь засажать. Такие цены на картошку, капец. Это один раз поесть 40, 50, ну, 50 рублей, наверное, 50 рублей, да. Это, блин, вообще капец цены, конечно, на картошку. Так, вода тоже Лерзова, одна бутылочка, 22 рубля, маленькие. Так, это, за 50 рублей она себе пиццу взяла, не знаю, пицца ассорти какая-то, небольшая такая размером. И у нас завелась Моль, ну, это капец, конечно. Завелась, в принципе, она у нас давно. Ну, сейчас расскажу, давайте я вам сейчас покажу. Вот, взяла 5 пачек, такие от Моли. По 15 рублей они были. Ну, это единственное, что там было от Моли, не знаю. Разложу по всем шкафам. Запах лаванды там. Не знаю, вот они запах говорят, это не любят. По всем, ну, 5 дела, попробуем. Разложу везде. Вот. Про Моль. У нас капец. У нас, в принципе, она уже давно, да. Ну, я не знала, что она такая приставучая. Вот, правда, вообще не знала. Один раз как-то уже год, больше года назад, наверное, мы залезли к Насте под кровать. У ней там лежали тапочки. А, нет, не Настя, у нас под кровать. У Денисовой тапочки лежали. И что-то мы про них забыли. У нас там лежали, лежали эти тапки. А тапки из Икеи, вот эти из шерсти. Ну, кто знает, там шерстяные тапки, прямо натуральные шерсти продаются. И мы как-то отодвигали эту кровать, и там эти тапки, и в эти тапки вот эти личинки моли. Они сожрали половину тапок, наверное, там. Не знаю, откуда там взялось. Видимо, одна моль какая-то завелась и пошло-поехало. Мы еще, она все летает, у нас и летает. А мы думаем, откуда летает. Мы уже все перерыли, не знаем, откуда у нас моли летает. И потом, только мы на эту кровать залезли, и увидели эти тапки. Ладно, все забыли, все эти тапки выкинули, все выкинули. Вот. Потом залазим под Настину кровать. А у них там лежало одеяло из шерсти. Шерстяное тоже одеяло, такое старинное, оно старое. Лежало просто на всякий случай. И тоже смотрим там эти личинки. Опять это одеяло, мы опять его выкинули, уже все. Потом нашли эти личинки, опять через какое-то время находим. Ну, они, видимо, переходят, перелетают из одного места в другое. Нашли, еще у нас такие же тапки были, как у Дениса. Тоже вот эти тапки. Все это выкидываем, выкидываем. Сейчас опять моли летает и летает. Еще одни тапки. У Дениса достали зимние обувь, у Дениса. У него там стельки, видимо, шерстяные были. Все стельки сожрались наверху, у нас обувь лежала зимняя. Сейчас опять летает. Какой шкаф не откроешь, вылетает моли оттуда. Не знаю, я уже все перебрали, не знаю, где уже чего. Вот. Короче, купила сейчас уже. Сначала как-то я, ну, выкинули и выкинули, все. А сейчас уже как-то напрягаюсь, уже боюсь. У нас, в принципе, мало, наверное, шерсти натуральной, да, где-то. Но все равно уже боишься, что-то сожрут. Не знаю, купила от моли вот эту фигню, посмотрим. Читала я, как из моря отбивляться, говорят, надо везде генеральную уборку делать, там все, очищать, выкидывать. Но я не знаю, что там еще, где будет, что делать. Вот. Так что будем избавляться от моря. Так, ну что вытащила я все эти лаванды. Сейчас буду по шкафам раскладывать. Написано, что раскладывать верхние шкафы почему-то. Вот здесь у меня моря сюда вылетала. Что у нас? Даже не знаю, ничего шерстяного. Не знаю, может, моя кофта какая-то есть сейчас. Так, ну давай тебе... Ну, туда я не буду точно ложить. Ну, обряд-то они в постельном белье. Так, пареньку аж положить-то. Все, ладно. Так, так, так. Положу в свои кофты, короче. Мне их всех жаль, если тут что-то мыть. Правда, буду потом ломать. Не очень запах такой мылом каким-то дешевым пахнет. Так, пойду положу теперь еще. Обязательно. Сюда и... Так, где куртки? Тоже здесь часто моль, видим, летает. Ну, вот сюда на полочку, наверное. Положу. Пускай тут. И... Так, еще положу. Сейчас. Постельщик тоже не застилала. Вот побежали быстрее в магазин. У меня по выходным часто бывает не застилаю. Верек вечер ближе застилаю. В кладовку положу. Тут тоже почему-то моль вылетает. Не знаю, уже в кладовке чего жрать. Тут ничего нету. А моль есть. Так, ну, все, пускай. Пускай, пускай куда-нибудь. Вон туда. Вот так вот. Будет везде теперь у нас вонять. Так, что еще? Опять, наверное... Пойду к Лерке положу. О, нет, положу-ка я вот сюда. Правда, у нас тут тоже шерстяного, наверное, не... Что-то мало я, наверное, этих взяла. Надо бы в каждый шкаф бы. И к Лерке положу. Правда, у Лерки я чуть-то не замечала. Мол, ни у Насти, ни у Лерки. Ну, пускай. Лежит. Тоже в кофтах. Надо еще будет закупиться чем-нибудь. Так, все, наложила. Смотрите на короля. Значит, на полу он не ест, Лера говорит. Решила, ты его за стол уж посадила. Чего ты его сюда-то посадила? Отличная идея, может быть. Короля-то нашего. На стульчики. Так, открыла я сыр. Попробовала. Ну, вообще, если честно, я плавленые сыры вот такие не очень люблю в баночках. Ну, просто могу поесть, но не очень как бы. У меня Настя такие любит. И вот плесни, конечно, тут почти не видно. Там что-то вот маленечко есть. Но на вкус нормально. Вот смесь плавленого сырка из баночек, как обычной. И вот именно вот этого обычного плесневого сыра. Конечно, вот на картинке нарисовано столько плесени. Прям тут капец. А тут... Так, Денис сейчас выкладывал машину. Не в авито, а во вторую выложил. Я ему говорю, продавай за 250. Ну, за 250 выложи, а 50 потом как бы скинешь, да? За 200 продаж. А он сделал за 300, выложил. Пускай пока 300. Короче, у нас столько звонков за полчаса. Короче, сейчас двое уже приедут смотреть. Потом еще ряд, говорят, выстроился, если не возьмут. Вот. У нас, ну, в принципе, она сама-то старенькая. Почему мы так дешево продаем? Потому что она, во-первых, сама 2000 года. И без аккумулятора. Там аккумулятор тоже недорогой. Зеркало нет. У нас зеркало украли. А так как она старенькая, на него очень тяжело найти зеркало. Даже два зеркала. У нас одного... Нет, одно такое плохое. А другое вообще украли просто, пока мы в отпуске были. Потом сама по себе там что-то ремонт нужно делать. Там ходовой что-то щелкает, когда едешь. И колесо нужно делать. Он постоянно что-то сдувает почему-то. Мы его сколько раз делали в автосервисе, шиномонтажа. Все равно сдувает. Говорят, что везде какие-то недостатки. Вот. Ну ладно, надеюсь, мы все не продадим. А вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь, если хотите. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok